Девушки отдыхают Свою первую книгу написал в 17 лет. В юности мечтал стать геологом, но помешала война. Можно предположить, что свои мечты писатель воплотил в героях своих произведений. А теперь вернемся к названию повести. На какие вопросы хотелось бы получить ответы? Наверное, что такое дебри, карабумба и где она находится? Всю дорогу мы с Лёшкой ехали в тамбуре и то и дело высовывались из вагона. Мы были счастливы. На рельсовых изгибах мы с восторгом оглядывали всю нашу электричку, которая иногда тоненько посвистывая, отчаянно неслась среди полей и мелколесья. Вагон болтался из стороны в сторону. Колеса безумолку тараторили, буфера звенели, и в тамбуре вместе с угольной пыльцой взрывался медовый ветер. Тамбур – закрытая площадка пассажирского вагона. Настроение было великолепное. Свобода! Свобода от пап и мам! «Вот здорово, что поехали!» – восторгался Лёшка. «Ведь это же моё первое самостоятельное путешествие!» «И ты ведь тоже никуда один не ездил?» «Не ездил!» – ответил я. В то лето, когда все ребята с нашего двора после экзаменов разъехались по лагерям и деревням, мы с Лёшкой остались в городе. Вышло так, что у Лёшки заболел отец и слёг в больницу, а у моей мамы на дачу денег не было. Обычно наши семьи уж который год подряд уезжали за 100 километров от Москвы под Коломну в небольшую деревеньку, расположенную неподалёку от Аки, и там жили до конца августа. А в это лето нам было обидно, что мы опять не сможем поселиться в просторной избе у нашего сверстника Сашки Косова и его матери, тёте Груни. Это были очень приветливые люди, и к нам они относились как к своим родным. В общем, июнь и половину июля мы с Лёшкой ещё крепились. Играли в футбол, ходили в детский парк, в драм-кружок, купались за парком в пруду величиной с блюдца. Но когда однажды Лёшка вытащил из пруда на своей спине две чёрные пиявки, терпение моё лопнуло. «А знаешь, — сказал я, — а ну его ко всем собакам, этот пруд! Давай завтра махнём на Аку, встретим Зойку, покупаемся!» «Хм, махнул один такой!» Безнадёжно усмехнулся Лёшка. «Я знал, что Лёшкина мама, Тина Львовна, никуда его одного не отпустит. Но почему бы не попробовать уговорить её?» Мальчикам очень хочется приключений. Они даже готовы ехать самостоятельно в деревню. Вечером за ужином я был очень грустный. Еле-еле ковырял вилкой в тарелке, смотрел на маму отсутствующим взглядом. «Что с тобой?» — наконец спросила она. «Да так, ничего». «Нет, а всё-таки...» «Всё-таки, всё-таки...» — сказал я с горечью. «Все ребята разъехались, кто куда. И Лёшка вот тоже завтра один на оку уезжает. А я дома сижу». «Его отпускают одного?» — изумилась мама. «Да, одного». Я сделал очень честные глаза. Хотя, что ж, вдруг в раздумье сказала мама. «В деревню это дело. На два денька, пожалуй, и можно прокатиться. И у меня котлеты на завтра есть». После этих слов я бросил ужин и побежал к Лёшке. «Добрый вечер!» — сказал я, заходя к нему в комнату. «Ну как, Лёшка, подготовка идёт?» «Какая подготовка?» — насторожила Стина Львовна. «Как какая?» «Меня мама отпустила на три дня к тёте Груне. У нас уже котлеты жарятся. И Лёшка хотел со мной». «Что?» — Тина Львовна побледнела. «На три дня? А вот я сейчас позвоню твоей маме и проверю. И если ты солгал, ноги твоей здесь больше не будет». Тина Львовна кинулась к телефону. «Я заволновался. А вдруг всё раскроется?» «Наталья Петровна», — сказала мать, — «это правда, что вы...» «Что?» «У вас котлеты горят?» «Хорошо, я попозже позвоню». «Ну что?» — сказал я победно. «Сами слышали?» «Уже котлеты горят». «Мам, пусти и меня!» — заныл Лёшка. «Прекрати! Прекрати!» «Вы что, с ума сошли?» «За сто километров в Глухомань одни!» «Интересно, получится ли ребятам уговорить своих мам?» В этот вечер Тина Львовна слово «нет» произнесла, наверное, раз пятьсот. И чего мы ей только не обещали. И что поедем в деревню всего лишь на два дня, и что привезем оттуда цветов, березовый веник, свежих ягод. Но Тина Львовна стояла на своем непоколебимо. Однако, чем больше она отказывала в разрешении, тем больше мы наседали. Эта баталия продолжалась часа два-три. Баталия — это сражение. В нашем тексте это словесное сражение. И, наконец, мы взяли измором. Тина Львовна устало махнула рукой и согласилась. Взяли измором. Это значит, добились своего. Медленно и настойчиво воздействуя на маму. Ее условия были такие. Ладно, я вас отпускаю, но из окон поезда не высовываться. Коке — не подходить, в лес не ходить и вообще быть только около прошлогодней дачи. Условия были жесткими, но мы их приняли. Обратите внимание, что условия ребятам поставили очень жесткие. Было много запретов, но они согласились. Уж очень хотелось отправиться на АКУ. Но об этом мы поговорим в следующий раз. На этом наш урок окончен. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok